Всем здравствуйте! Обзор одного из моих любимых наджей. Это пинель номер 9. Карбон. Эта надпись означает, что нож сделан из углеродистой стали. Раскроем нож. Видим вот такой вот клиночек. Клинок имеет такую классическую форму. С почти прямой линией обуха с небольшим понижением. Спуски у этого ножа тоже обуха. Длина клинка составляет 90 мм. Это и означает его номер девятка. То есть 9 см длина клинка. Сведение у этого ножа очень тоненькое. 0,3-0,4 примерно я намерил. В обухе толщина клинка составляет 2 мм. Нож очень сильно сужается к острию. И поэтому в плане реза продуктов, материалов сложно найти что-либо лучше, чем этот клинок. Имеется вот такой вот подпальцевый зацеп для открывания. В общем-то углеродистая сталь. Ну заточку она держит значительно лучше нержавейки опинелевской. В принципе по содержанию углерода, мне кажется, все-таки меньше в ней углерода, чем вот, например, в тех же ножах Мора. Все-таки менее склонна она к коррозии, чем ножи Мора. Ну патина, ржавчина тоже на ней появляется. Я этот клиночек пополировал маленько на пасте Гои перед обзором. Ну чтобы привести его маленько в чувство. Ну были на нем такие небольшие потемнения. В общем-то решил я привести нож в надлежащий вид перед обзором. Ну в общем-то с военем все равно на нем, конечно, патина появится. Ну я не считаю это чем-то страшным. Ну вот как в принципе вот на Мои Море. Также на ней патина есть. Ну эта патина как раз и будет его защищать от ржавения. В общем-то от нержавейки он отличается тем, что он гораздо лучше держит заточку. Но за ним надо ухаживать. Если клинок не из нержавейки достаточно просто промыть как следует. То его надо промыть и еще и вытянуть. Ну в общем-то поэтому каждый выбирает то, что ему нравится. Или более стойкую режущую кромку. Или легкость в уходе. Здесь мы видим вот такую вот надпись. Опинель Карбон. Их логотип. Перейдем к замку замок. Замок у этого ножа. Вироблок. Здесь у нас номер 9. Сделан нож в Франции. Ну достаточно надежный замок. В сложном состоянии кстати. Нож тоже имеет такой предохранитель. То есть поворачиваем и он никогда уже не разложится у нас в кармане. Потом поворачиваем предохранитель. Открываем нож. Ну и в любую сторону. Что влево можно. Что вправо. Нож зафиксировать. Достаточно удачный замок. Такой простенький. Вполне себе достойный. На рукояти есть вот такая надпись. Опинель Савьоли Франц. Савьоли это город в котором изготавливаются эти ножи. Насколько я знаю. Рукоять этого ножа достаточно объемная. В руке сидит удобно. Рука у меня примерно шириной ладонь 95 миллиметров. Ну и вот рукоять такая очень удобная. Длина ее составляет 120 миллиметров. Здесь она круглая. А здесь она уже такая более плоская. Никаких упоров подпальцевых. Гарды на этой рукояти нет. Но она в принципе здесь и не нужна. В общем-то вот таким вот молоточным хватом. Ничто не впивается в руку. Ничто не мешает. И еще вот место даже остается. Возможно мужчине с более крупной рукой стоит взять опинель номер 10. Или даже 12. Ну вот с такой средней ладонью вполне хватит девяточки. Длина клинка у него вполне спокойно позволяет работать по продуктам. Даже буханку хлеба обычную. Можно нарезать в один проход без всяких проблем. По обратным хватам в принципе если это кому-то нужно. Тоже нож сидит достаточно уверенно. Каким-то таким диагональным. Можно положить и палец на обух. Тоже сидит. Хорошая рукоять. Вполне любому человеку она подойдет. У кого рука чуть больше стоит взять десятку. Еще клинок этого ножа из-за того что обух у него прямой. Немного неудобно им что-то. Остаем что-то им делать. Например вырезать глазки у той же картошки. Вот в этом плане конечно вот клинок Викторинокса поудобнее. Я одно время думал маленько сточить. Чтобы получить такой спирпуинт. Ну потом не стал этого делать. Чтобы не уничать длину режущей кромки. В общем-то оставил все как есть. В общем нож имеет прекрасный резучий клинок. Достойную сталь. Удобную рукоять. Которая отлично заполняет ладонь. Ничего не впивается, не мешает. Достаточно надежный замок по крайней мере. Попробуем вот так вот. Обладонь он не складывается. Маленько расшатывается как бы. Но в общем-то не складывается. В отличие например от какого-то даже современного вот такого китайского ганза. Который при таком вот легком ударе обладонь складывается. Достойный нож. Кроме того этот нож у нас любимец женщин. Если взять вот так вот например перед девушкой или женщиной положить там какой-то такой нож. Такой нож. Ну еще вот например вот такой вот нож. Ну и скажем викторинокс и опинельку. Большинство женщин выберут именно опинель. Или викторинокс. То есть он такой похож на такой классический кухонный нож. Рукоять у него такая деревянная. Ну и выглядит он как такой обычный кухонный нож. Достаточно интересный. А теперь поговорим о том где этот нож можно использовать. В плане DC вполне можно его носить. Он весит всего 56 граммов. Поэтому имеет такой длинный клинок резучий. И такую вот удобную хватистую рукоять. А весит он совсем немного. Ну в кармане его будет не так удобно носить. У него можно где-то носить в куртке, в сумке. Ну в кармане джинсов не так его удобно. Потому что клипса у него нет. Ну а так в каком-то таком длинном узком кармане можно к нему и чехол купить. Кстати вот в этом магазине нашим Иркутском Тактикл Фрог продаются и чехлы для таких вот опинелей. Одной рукой нож тоже вполне можно открыть. Для этого сначала снимаем его с замка. Разворачиваем клинком к себе. Приоткрываем клинок. Потом двумя. Или даже одним пальцем в спуск упираемся. Открываем нож. Ставим на замок. Сложить так же его одной рукой вполне возможно. Никаких проблем с этим нет. Возможно в плане ЭДС кому-то будет удобнее даже опинель восьмерка или даже семерка. Они еще меньше, легче и компактнее. Ну а вот кому нужен такой вот крупный нож, вполне можно его посоветовать. У меня в плане ЭДС вот если нужен мне какой-то резачечек такой однопредметный. Вот он мой любимый Сентинель. Очень резучий клинок. Есть клипса, замочек. Тоже достойный нож. На природе этот нож можно использовать в качестве второго, ну или даже в качестве третьего ножа. Я считаю, что на природе нам всегда необходимы два ножа, потому что на природе важно соблюдать чистоту, гигиену. И один нож используем по продуктам, а второй для каких-то хозяйственных нужд, прострогать что-то, обрезать какую-то веточку, веревочку грязную какую-то. Ну в общем-то для таких целей. Я считаю, что первый нож всегда на природе в походе где-то должен быть фиксит. Он и удобней, рукоятнее, в любом случае будет удобнее, он в любом случае будет крепче. Его в любом случае будет легче мыть и обслуживать. Ну вот в качестве такого второго ножа взять, раскрыть его, положить на стол. Вполне можно взять опинельку, чтобы работать им по продуктам, например. Ну или еще для чего-то. Можно же и пойти таким путем в качестве второго ножа взять какой-то вот викторинокс. Ну и ради, в принципе, открывашки, отвертки, открывашки для консервов. Я считаю, что консервы, в принципе, консервы всегда берут у нас в поход люди наши. Не надо открывать все-таки консервный ножом каждому инструменту свое предназначение. Ну и есть вот такая вот у него отверточка, шило, в принципе, пинцетик, зубочистка. Ну пинцетик иногда в походе бывает весьма полезен. Какую-то заноску вытащить и еще что-то. Ну в качестве какого-то дополнительного функционала можно выбрать какой-нибудь викторинокс, не обязательно двоядник. А вот в качестве третьего ножа кинуть в рюкзачок вот такой вот опинель. Весит он всего 56 грамм, места много не займет. Ну и будет всегда такой ножик, который порежет продукты, в принципе, что-то пострыгать им можно. Всегда у вас будет с собой в рюкзаке. Посоветовать к покупке этот нож можно такому зрелому человеку. Ну и на подарок, в принципе, купить. В общем-то, кто-то подает этот нож, его ворят и смогут обвинить в безвкусице. Тут у нас дерево, бук на рукояти. Есть рукояти из бубинги еще. Из бубинги, в общем-то, дерево, сталь, такой красивый ножичек. И изготовлен он поэтому во Франции. То, что он стоит недорого, но тем не менее, сделан именно во Франции, чем какие-то китайские ножи дарить дешевые. В принципе, вот французский нож, или даже какой-то швейцарский нож, также они стоят недорого. Но при этом сделаны весьма качественно. Весьма красивые. В общем-то, в безвкусице не обвинят человека, который решит такой нож преподнести в качестве подарка. Ну, такому зрелому человеку, которому не нужны какие-то понты, однорукое открывание, возможность пощелкать. А просто вот нужен ножичек, чтобы что-то поезать. Вполне можно подоить этот ножик. Куплен этот нож был в нашем иркутском магазине Tactical Frog, который занимается продажей ножей, мультитулов, тактического и туристического снаряжения. А также пневматического оружия, арбалетов, луков, фонарей, биноклей и прочих интересных вещей. В общем-то, оставлю ссылку на этот магазин я под видео. Вполне можно зайти, посмотреть, что-то выбрать. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Желаю всем всех благ, всего наилучшего и до свидания.